Вебинары Как их назвать Мои особые выражения Не совсем научные Скорее антинаучные Скорее всего они идиоматические Они постепенно Овладевают массами Но что здесь получилось Я еще пока нет такой авторитет То есть сажать на бугор надо было Но тем не менее Человек еще не был готов А что дальше Вот видите точки пошли А вы уже сами знаете что там дальше После этого было Следующее письмо Здравствуйте моя дача в Северном Подмосковье На 124 в Северном Москве Есть идея посадить абрикос В принципе отрезвого оценю Возможности климата Я же там был прекрасный климат Так Для этого он очень уж соблазняет Уверение в том что Соблазняет уверение в том что вывели Зимостойкие и морозостойкие сорта абрикоса Подходящие для моих условий Так сразу скажу Это все таки нудная лекция Моростойкие абрикосы выведены Это 100% Вот И вы же слушаете лекцию из Сибири Вот Вам такие морозы не снились И главное что не только продолжительные Не только крутые Но они еще и продолжительные Так вот А зимостойкие Это широкое понятие Знаете что такое на юге Посреди зимы Раз плюс 10 Плюс 15 Я вспоминаю случай Когда в Беларуси В январе-феврале Грибы собирали Вот вернулось Это тепло И все И вот получается Проснулись Потом мороз Потом раз и нету Вот Поэтому слово зимостойкие Оно действительно горькое слово И для Москвы Ничего пока зимостойкого Из того что есть Я особо не заметил Вот И даже то что Помните мы смотрели это Наверное зимостойкие Наверное несколько лет прожил Вспоминайте фотографию Прошлого вебинара Вот там Мертвый стоял Дерево В монастыре Ну а что же мне быть то Мертвым Какая черта зимостойкость Если его изувечили Сразу Еще буду За все вебинары Если ему несколько лет Продержусь еще Вы от меня сотни раз услышите Каждая рана Тем более на кольцо Тем более на кольцо Снижает мордостойкость На десятые доли градусов На градусы И на десятки раз И приходит весна И они мертвые Как то в фото Что показывали Изувечили все дерево А сорта мог быть Зимостойким Ладно Пошли дальше Так ли это Если да То посоветуйте Конкретные сорта Сейчас дойдем То что нужно защищать Коробом ствол Эту привань Я поняла По моему огурцов Мой друг Такую фотографию Я видел По моему огурцов По моему Это было Извини если Автор В общем Это было В Кемерской области Такую фотографию Мне прислали Смущает еще Майские заморозки И раннее цветение Абрикоса Конечно смущает Вот это и есть То самое Что тепло А он еще Не светет Пока он Зацвел Прошли заморозки В общем Пойдем дальше Вот хочется узнать Есть и жизнь Аврикоса Вот Есть и жизнь На Марсе В моих условиях Потому что Потерять дерево Скажем Через 5-6 лет Не хотелось бы Ну в общем Я не должен Мне просто Выручает Павел В этом плане Почему Он мне пропускает Как бы фильтр Вот сейчас Вы видите Нормальное письмо Да И ответ Мой будет нормальный А дело в том Что я прошу тех Кто действительно Достиг чего-то Понимать Потому что Звезд Этих Эстрады Спортсменов Поливает грязью Даже не каждый Десятый А еще не каждый Третий А представлять Как вам читать Отзывы о себе Любимых Вот Президента Премьер-министра Этих самых Академик Всех 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 Дело в том Что Вот это вот Возможность Что когда Тихие шизофреники А их 15 миллионов Когда они могут Просто взять Вот ком грязи Помните Как фильм-то был Тридцать резулы Назывался Вот Там где он Кидал грязь В этот В этот Памятник Вот Это для чего надо Вот он кинул грязь И не пошел на баррикады Вот он Раз А это самое Напакостил И у него На душе отлегло Понимаете Поэтому А здесь Просто чтобы вы понимали Часть писем Приходит Через оценку Он является Фильтром Вот Спасает меня Потому что Я когда Иногда такие Бывают обидные письма Что Думаю Ну все Это последний вебинар Далее пойдем Отвечаю на вопрос Дело в том Что Если отвечать нормально 42 вебинара позади Надо Надо Или повторить с нуля Я поэтому Как отвечал Это же пойдет Официально Коротко Понятно Вот Не вникаю Я уже в детали Оморостойкости Абрикоса Сейчас Центр абрикосоводства Перевосился в Сибирь Где мы Садоводы И любители Выращиваем До 100 граммовые Плоды Сейчас Игра Обладел Тимофей А ну что Ушел Ладно Так Второе У вас Более влажный климат Я рекомендую Посадки на Пологие холмы То что у меня Не получается Возможно Она Эта дама Я же не видел Ни одно Дерево Подробностей Нет Но не плодоносит Выживает Я когда-то 35 лет назад Посадил первые Эти Сливы в ямки Всю жизнь Они гнили 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 Я их только В этом году И выпили Но прожили Долго Потому что У меня Что У меня Вот Пункт Четвертый У меня Подносит Абрикос Со всего мира Но в условиях Малоснежности И мороза То есть Что мы имеем Слякоти Меньше А у вас Слякоти Больше Садим на холмы Все Получается Коротко В открытии Почвы В Мараховской Я двое Двое суток Прожил На даче Вот И Убедился Что там Действительно Абрикосам Делать нечего Но еще Не все Читаем дальше Как бы Я Начал Подмосковье Посадил бы 50-100 косточек Из моего Железного сада И просто Ждал Не вмешивая Жизнь саженцев Только полив Первый год И обкашивание И кстати Надо его Добавить По Поэтому По необходимости Можно бы Не поливать Вот как в этом году Я ни разу Не поливал Потому что У нас Дождей Буквально Задавили Тут наоборот Сейчас ждешь Будут гнить Или нет Итак Только полив Первый год И обкашивание Травы регулярно Скошенная трава Остается на месте Запомните Друзья Скошенная трава Это еще один Будет мой постулат Уже Двухсотый Это Плодородие Почвы Увеличивается Несмотря на Те урожаи Которые Я вам показывал Еще покажу Она еще Увеличивается А рядом За забором Где Для коров Прямо в саду Хочет траву Там уже травы Нету Уже Расти не хочет Далее И вот вам И ранние И поздние Абрикосы И все Никогда не падут Под заморозки Дело в том Что У меня Все перемешалось Все Так перемешалось Что Теперь уже Невозможно Определить Остается только Метод тыков Вырастил И так далее Как увидел Ранний Ты или поздний Вот и они 50-100 косточек Это как минимум Теперь Главное Именно Отмена Всех Дебильных Агроприемов Ненужных Смертельных И каторжных Помните Первое письмо Уже По меня Процитировали И есть гарантия Развития Абрикоса Вы понимаете Ничего не делайте У меня Правда На меня обижаются Специалисты Вроде бы В главном Правы Где-то там Ну как это Как это В саду Ничего не делали Я говорю Три варианта Делать с умом Делать по науке А мы с вами Сейчас к этому Подойдем И вы увидите Страшную картину Мне придется Себя сдерживать Чтобы не материться Страшную еще Картину Да Почему нет Садов А Все таки Средний вариант То есть Самый крутой вариант Просто Вот у вас Пошли Абрикосов Рост Пошли Но где-то в засуху Палили Палили Со 2-3 года У них же стержневой корень А вы вырастили на месте Он уже не нужен Вот и все Вот я Это коротко Почему Потому что Потому что Не так-то просто Все ответить Вот Уже лучше Я вам отменяю Все агроприемы И тогда у вас Уже шансы появляются Не 5-6 лет А уже Хотя бы 20 лет А там Еще какой Климат Климат-то Раскачивается Ладно Идем дальше И я туда В этот Троценко Отправил От моего имени Какой-то Крутейший Сайт Вот эту фотографию Ну чтобы убедить Что я действительно Вы знаете Учителя Которые не имеют Ни одного дерева Не вырастили Они размножились Как тараканы Они вылезли Со всех щелей Я вам покажу Пример Они вылезли Со всех щелей А вот такого Практически нет Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова